Если я делаю акцию, нельзя. Гиперреализм забудь про него, иначе мы уподобимся, как тебе сказать, что я делаю акцию. Фотографию, который долгий тост говорил. Хочется, чтобы он сел быстро, и чтобы все выпили и уже запусили. Ну вот да. Это и так, как вы знаете, и гиперреализм способны ее выполнить. А вот вы снова хотите что-то узнать? Нашу пепельку? Ну вот и да, я стараюсь применить именно ваш стиль, заединить ваше и мое, как бы, вот что-то другое, где будет и то, что от Владимира, и то, что от Елены, и моего чуть-чуть. Ну вы, допустим, в одном ключе работаете, техника у нас одинаковая практически. Ну, в ваших работах я заметила все-таки больше графики есть. То, что свойственно мне. У меня бывает больше процентность графики, чем Елена рекомендует. Поэтому я это тоже в своих работах замечаю и часто держусь. Ну я бы иначе сформировал вопрос. Какие у вас возникли, допустим, проблемы при работе нашей техники? Мало времени. Мало времени. Мало времени. Мало времени мало. Ну смотри, давай я тебе дам одно такое упражнение. Перестань сильно выдергивать предмет из-под малектов. Да? Представь себе, что он привидение, этот предмет. Все вообще, все наши студенты, перестаньте противопоставлять фон предмету. Старайся сделать так, что фон и предмет одно целое. То есть, сильно предмет не минимально оттуда. Понимаешь? Дай ему раствориться в подмалевке. А он закругляющий, и рефлекс вообще расплавь туда. Еще, знаете, есть один такой момент. Я работала с коллекционерами. И у них есть одна серьезная такая проблема. Они любят вот свой предмет. Они любят каждую детальку. И вот эту всю детальку у меня была работа такая. Просили прямо отобразить и акцент вот на каждого дракончика там, допустим, если бы это были чайники, то новые утюги. Для этого существует фотография. Чем хороша живопись? Она исходит от человеческого духа. Человеческий дух не может быть четко поставлен однообразно. Он все время меняется. Он варьируется. Самые важные вещи говорят со шепотом. Вот напиши себе. Лаборатория тихой живописи. Не лаборатория крика и дописывания. Хорошо? Да. Ты же знаешь, как мы засыпляем детей тихонько. Или когда тебе в любви объясняются. Он же не кричит на всю врубор. Он тихонько тебе на ушко говорит и поглаживает по ручке. Понимаешь? Тихо. Тихо. И тебе будет легче. И людям будет легче туда зайти. А вот эта нехватка времени, она нужна нам для того, чтобы за 6 часов или за 5 лет успеть сделать произведение искусства, не перепортив его особым старанием. Понимаешь? Не замучивай. Не замучивай. Оставь. Пусть дышат. И пусть немножко будут человека, как тебе сказать, подобные по настроению, по эмоции. Да? Чтобы можно было сравнить человека и предмет. Допустим. Еще один вопрос. Вот. Скажите, вот мне нужно очень сильно, ну как, строго следовать вашей палитре, вашему, ну как вы говорите, шаг в шаг за вами. Или я могу все-таки как-то в свою сторону выдохнуть? Пока ты студентка, ну пока ты делаешь, как сказать, за нами и учишь правила, шаг в шаг. Как только ты эти правила выучишь, тебе захочется делать некоторые отступления, но по поводу, да, улучшить что-то, не дописать что-то. Своего немножко. Добавляй процентность в свою. По одному, по два процента. Поняла? Сильно не бушуй вначале. Иначе не выучишь эти все правила. Хорошо. А можно тогда другой еще вопрос? Вот из двух работ показано, допустим, в уроке. Два вида. Выполнена работа Владимиром и вами. Я могу выбрать работу Владимира и выполнить ее? Или мне нужно именно то, которое вы даете? Это Паша знает, какие вы... Смотрите, можно я вставлю опять репейки? Да, да, пожалуйста. Я по этому поводу уже много говорил и я продолжаю настаивать на том, что вы все-таки старались написать свои работы. Именно для этого мы прикрепили к каждому уроку целую фотосессию чайника в разных поворотах. Возьмите тот поворот чайника, который вам нравится. Вы можете, пользуясь уроками Елены и Владимира, как бы подсмотреть, как они создают свою работу. А вы со своей стороны постарайтесь создать свою работу. Пусть это будет именно ваша авторская работа. Мы вам только даем подсказки и направляем. Тем более, что большинство тех, кто участвует в этом марафоне, уже есть опыт работы по нашим видеоурокам. Вы совершенно спокойно можете брать и делать свои работы. Это будет даже больше приветствоваться в финале, в итоговом выборе победителя. Это как бы рекомендация. Если тяжеловато, конечно, следуйте лучше шаг в шаг за мастерами. То есть, если у меня все-таки есть какое-то мое видение, у меня есть право сделать свою работу. Это будет засчитано? Конечно, это будет в плюс засчитано. Мы же стараемся вывести каждого нашего студента на свое авторство. Чтобы вы выработали свой стиль. Чтобы вы писали работы, которые похожи на вас, а не на Ильичевых. Это очень важно. Ну вот это мне очень важно знать. Потому что в данный момент, в данном марафоне, я пытаюсь соединить свой стиль со стилем Ильичева. Чтобы это все-таки было ближе к Blade & Sox. И чтобы это выглядело не один в один, как копирование. А все-таки что-то было мое. Чтобы чувствовался именно мой почерк. Вот этого я хочу. Вот это и есть. Это важно. Пусть все участники себе четко запишут эту информацию. Обязательно. Старайтесь написать свои работы. Возьмите, тем более, что столько там по 30-40 фотографий мы выслали вам фотосессии каждого чайника. Выбирайте любую. А если вы еще поставите свою какую-то постановку, это будет вообще супер. Может, у вас есть свой чайник. Причем у меня пожелание такое. Все-таки какие-то ученики еще выполняли чайники. Хотелось бы посмотреть еще на работы, чтобы галерея, которая уже есть, была бы. По крайней мере, мне это всегда очень интересно. Потому что я учусь, глядя на работы. Да, мы, кстати, немножко проморгали. У нас есть... Мы же сделали выставку. Сразу, когда закончились все мастер-классы вживую, мы сделали выставку у нас в галерее. Она буквально две недели повисела. И с работами учеников-то был вживую. И мы как-то работы эти не фотографировали четко. Они у нас есть просто в интерьере. Но я обязательно выложу эти работы, чтобы вы тоже могли ознакомиться. Хорошо, Аллочка, спасибо. Будем дальше переходить. Спасибо вам. Так, так, я тогда отключаю звук. Так, а вот у нас Светлана Холодная. Вы готовы, Светочка? Да. У вас как раз микрофон включен. Слышно меня? Да, вас слышно и видно отлично. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вам покажу. Переключаю. Сейчас, секундочку. На каком вы этапе, Светлана, расскажите? Сколько вы работ уже написали? Ну, я сделала шесть чайников, но я их не дописывала. Да, кстати, напомню всем, обязательно загляните в личный кабинет. Просмотрите уроки по дописыванию. Они являются чистой рекомендацией, необязательными моментами. Так, хорошо видно работу вашу. Что Елена с Владимиром скажут? Пап, подожди, пока мы не можем переключить. Мы не можем на Светлу полотную переключить. У меня он очень маленький кабинет с телефона, не могу с компьютера. Отлично видно. Вы так близко не подносите. Вот дальше к стене ее, наоборот, отодвиньте работу. Сейчас подожди, я не успеваю, просто подожди. Секундочку. Сейчас подключим все. Так, все, теперь видим. Так, чайничек видим. Так, хочешь, чтобы сказала ошибки? Конечно. Немножко отсвечивает сильно. Нет, видно, видно. Ну, а если на плотчах чуть больше? Ну так? Да, все нормально. Отлично. Смотри, быстро говорю ошибки. На фоне падающая тень не того цвета, который надо. Это справа, надо подправить, вспомнить, чем ты рисовала фон, какой краской. А падающая тень, это эти же две краски, только меньше белил. Второе. Слева убрать засилие кобальта фиолетового. Чуть-чуть промокнуть, а то только туда и хочется смотреть. И немножечко с полутоном поработать, а то, как тебе сказать, у меня тоже то же самое на этом чайничке получилось. Слабый полутон. Да, и вуалькой поярче полутон. Что с тобой? Хорошая. Устойчивость чайничка, молодец. Зеленая драпировка, молодец. Цвет чайника, молодец. Осознанность материальности, молодец. Вот эти вот ошибочки подправишь аккуратненько и все. Хорошо. Переписывай, а так чуть-чуть промокнуть. Спасибо. Вот следующий. Вот он. Так, на нас чуть-чуть. Вы, вы поруководите. Да, отлично. Хороший. Можешь чуть-чуть усилить падающую, да. И то же самое, у этого чайничка дай сильнее полутончик немножко. Даже вуалькой можешь. Да, хорошо. Походу в средней части немножко проваливаешься. Ну да, в средней части чуть-чуть сильнее дай по цвету. Ты же знаешь, что полутон ближе всего к нам. О-о-о. Так, на нас поверни, Светуль, на нас. Вот так? Да, да. Перевернешь вверх ногами, просмотришь симметричность. Я знаю, что у меня это кольцо получилось уже. Но я его так перерисовала. Я потом уже заметила. Там у тебя с овальчиками напряженка. Перевернешь вверх ногами, посмотришь симметричность овала. Особенно съехала верхняя крышечка. Так, что еще? Полутон хочется добавить по цвету. И усилить крышечку падающую. То же самое. Падающая не должна быть другого цвета, чем то, чем ты писала стену. Поняла? Иначе это будет как заплаточка смотреться. Смотри, не очень приятненькая белая драпировка внизу. Она круглая. Сделай ее все-таки немножко, как тебе сказать? Не квадратной. Растянутой. Растянутой. Растянутой по горизонтали. И дай ей под две падающие теньки. Потому что там овалы и салфетка овалы. Сделай ее, допустим, похожую на ромбовидную. Хоть немножко. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Хорошенький. Так. Вовочка, что тебе хочется? У меня четко не получились выражения. Мордочек. И хорошо. Мы только что разговаривали. В то же время фотографичность нам не нужна. Я бы немножко провокнул. Вот там фиолетовая совсем тень от носика упала на стену. Она совершенно отличается от остальной тени. Вот. Это первое. И по тону она должна быть легче. И по цвету немножко другая. Очень нравится металлическая часть, как изображение. Вот эта золотая. Да? Да. И я все-таки последил бликтовую часть. Она немножко продавила в верхней части чайник. То есть он не отъемный, а вот, 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 да? Видишь? Да. Вдавила ее немножко. Вот там, где блики у вас, посмотрите, чтобы они были на своем месте. Они немножко... Да, да. Вот верхняя часть, они ломают форму чайника. Ну, не сильно. У вас там вот как... Буквально 5 миллиметров влево, если вы возьмете, будет прекрасно в своем месте. Совет по стени. То же самое. Из другой оперы. А нам надо из той оперы, чем ты рисовала фон. Поняла, поняла. Да. Сейчас. Все чайнички, Светочка, перевернешь, все инстинкенты в конце заканчиваете. Переворачиваем работу вверх ногами и смотрим симметричность чайничка. Чтобы не было опухолей, да? Чтобы не было асимет. Хорошо. Ну, очень... Мне нравится очень нежная тень. Вот. Хотя тоже, может быть, надо подумать, чтобы она не была... Из другой оперы, как Лена, говорит. И мне кажется, что перо немножко перевесило по значимости сам чайник. Перочка на переднем плане. Да, ну, на леду похоже. Да. Ну, возникает вопрос. А кто у нас все-таки главный герой? Чайник или перышко? Успокоен. Просто чуть-чуть вуалька и успокоен. И все. Хорошо. Усилишь собственную немножко. И немножко падающую усилишь ближе к чайничку. И замечательная работа, нежная, приятная. Ого, сколько ты успела, ловника. Это наш этот чайничек. Так, то же самое. Падающая чуть-чуть по цвету другая. Если сомневаетесь, девочки, в падающей тени всегда ничего страшного, если сделать кобальт фиолетовый арарат. Или как бы красный кобальт зеленый. Понимаете? Здесь и то же самое. Собственную усилить чуть-чуть. И на железе, и на самой керамике. А так замечательная такая гамма красивая. Серебряная. Ну и камнем пресновения у меня вот эти маковки получились. Я их раз в 10 переписывала. Замечательные маковки. И вот, вы знаете, мы уже вот эту вот маковую территорию выучили на память. И кто приедет к нам в Грибу, кто-то выучит мак на память. Еще хочу показать по предыдущему мастер-классу. Вот я нарисовала вашу розу. Очень даже и неплохо справилась. Можешь на ней, знаешь, поработать вуалькой. Место сборки. Вот ты вверху дала композиционный центр, да, вот эта вот спиралевидность. А место сборки там, где дотрагивается. Сделай намек, как будто у нее есть падающая тень. Сделай. Там никто проверять не будет, но зато она будет, откуда ноги растут, да. Откуда это все вырастает. Чуть-чуть усилий. Пуну, место сборки. Еще я одну покажу. Сложную ты взяла, да. Вот тебе и тренировка по цвету, да. Фиолетовые, красные. Кобальт фиолетовый не даем, чтобы он не был чистый. Посмотри, там где чистый кобальт фиолетовый, его побей немножко чем-нибудь. И кобальтом зеленым, иначе к нему, к чернильному пятну всегда очень сильное, как тебе сказать, внимание. И зачеркивает все остальные нежные цвета. Вот эту среднюю розу надо избавить от кобальта фиолетового. И усилить немного цвет зеленый, Кристи. Я уже их переписывала неоднократно. Усиливая зеленые, а потом переписывала по-другому. Ну, сложные очень работы. Но в целом мне очень понравилось. И, конечно, хотелось бы, чтобы мастер-классы не заканчивались никогда. Они не заканчивались. В общем, на следующий мастер-класс я тоже записываюсь, на марафоны. Мне очень нравится. Я вас вообще считаю разными людьми. И спасибо огромное. И поклон мой вашему труду. Спасибо. А нам нравится таких людей, как у меня. Спасибо, Светлана. Спасибо большое. Молодец. На самом деле, приоткрою занавес. Мы в начале сентября сняли новый курс продолжения природных фактур. Я думаю, что мы его, наверное, где-то в конце ноября или в декабре запустим. Там очень много всего нового и интересного. Хорошо. Светлана, спасибо. Спасибо большое. Да, отключаю микрофон. Так, так, так. Вот Ирина у нас. Ирина Вересоцкая. Вы готовы? Да, да. Да, рад вас слышать и видеть. Все, передаю вас в руки Елены и Владимира. Только попрошу Владимира перевернуть горизонтально телефон. Сейчас, секундочку. Есть. Все, поехали. Да, и Ирину настройте, чтобы было видно. Привет, Ирина. Здравствуйте, Еленочка. Володя, здравствуйте. Рассказывайте, как у вас? Ну, Лена, я пока только одну работу сделала. Покажите. И у нас будет вопрос. Сейчас. Вот так видно? Да. Да. Видно? Хорошо. Вот так вот. Вот так. Вот так еще. Все. Неплохо, неплохо. Так, ну, закончишь, да, чуть-чуть ее? Ну, а что именно, Леночка? Что, что доделать? Смотри, Иринка, возьмешь чуть-чуть, успокоишь падающую, так? Потом внизу вот эти белые полосочки, тоже вуалечкой, да? Края формы, да? Да. Вот эти края формы, их надо спрятать. Вот, когда у нас есть предмет, смотри, вот эти края формы, они должны быть расплавлены, ведь их нет на самом деле, да? Они должны быть расплавлены. Тем более, спрячь вот эти вот внизу светло-фиолетовые штучки, сам чайничек замечательный, по цвету хорошо. Овалы внизу просмотришь, ровнее овалы сделаешь. Если напряженка с знаниями овалов, бери фрагментарные ситуации и учи там, как овалы строить. Это все касается. У кого где-то пробельчик маленький в детской художественной школе, фрагментарные ситуации, девочки, там все по полчаса мы разжевываем так, чтобы у вас не было ошибочек потом, когда вы голову начнете рисовать, а там овалы обязательно, человек весь из цилиндров состоит, поэтому овалы обязательно. Лена, а вот падающая тень не очень яркая? Я же говорю, чуть-чуть успокой ее падающую. Да, промокни ее. Ну, она же может, зачем мне ее успокаивать? Оба фиолетовые арарат в разбили. Успокой чуть-чуть. Бабончик не рисуй на падающей. Бабончик не надо, да. А то, знаешь, это женские мансы называются. Вопросы есть еще? Вот по самой технике. Да. Мне нравится. Да. Вот такой вопрос, например. Насколько важно было прорисовать вот рисунок? Мало. Мало. Мало, Диночки. У меня это достаточно или еще его добавлять? Мне кажется, достаточно. Я хотела тебя похвалить за то, что ты не передушила его фотографически, и он имеет свой образ. Как такой образ, когда мы рисуем живого человека, и он через два часа должен убежать. Мы не успеваем сделать и в этом. Мы потом без него дописываем по воображению. Но мы не можем сделать один к одному то, что мы видим. И это хорошо. Потому что если мы будем заниматься гиперреализмом, вы же знаете, сколько художников пострадало? 90% художников пострадало из-за особого старания. И они промахнулись, девочки. Промахнулись те люди, которые пытаются соревноваться с природой. Вот она позирует нам, эта природа. А вот она встала и убежала. Ветер все смахнул. И человек ушел. Все, вам дальше чуть-чуть по воображению добавить гармонии вашей. И произведение искусства будет от человека. А не от фотокамеры или фотоаппарата. Ну да. Лена, вот еще такой вопрос. Я сейчас начала второй чайник. Ну как начала? У меня чистый пол. И я его сделала обрез. Ну вот как начинается обрез. Для того, чтобы делать подмалевок. И вот на каком этапе я могу остановиться, например. Потому что у меня нет возможности сразу всю работу написать. Ну не получается никак. У меня поэтому только вот одна сделана. И не знаю, когда найду время. У меня сейчас внук пять месяцев. И двое вот еще сидят в комнате. Дедушка развлекает. У меня тут каша стоит. В общем, просто вообще с дурдом. Ничего, ничего. Ведь внук, когда появляется, он тебе даст еще силы. Единственное, я прошу. Да, у меня такая мне радость в душе, что просто я хочу писать. Ну, может, это возможно? Знаешь как? Во-первых, первое пожелание. Комната должна быть отдельно от семьи. Или кухня, не знаю, сарайчик. Да, второе. Когда пишешь подмалевок, сразу посвящай эту картину любимому внуку. Сразу. Краска приобретет намоленность с твоей стороны. Понимаешь? И выдели четыре часа. В подмалевок протирка на следующий день можешь сделать прошкряпку. В подмалевок и протирка в первый день. И протирка, то есть это вот как это сделать. Во второй день прошкряпка. И там уже через пару дней уже можно лессировочка. Единственное, что прошу. Пока не закончишь один чайничек, не приступай к другому. Да. Хорошо? Да. Лена, вот у меня еще была такая проблема. Наверное, мало краски я положила. Потому что мне, я когда протирала, мне вот не хватало. Я немножко вот это потеряла, вот этот момент. Именно сколько, какой слой, толщина какая должна быть. Вот ну как, Лев, как это? Девочки, не жалейте краску. Лучше пусть будет больше. И вы ее потом мраморным глянцеванием снимете. И настолько, насколько вам, ну, хочется, да? Чем если будет лысая живопись. А это уже не живопись, а графика. Да, да. Продолжай в том же духе. Мы тебе завидуем, что у тебя есть внучок, новый ангел. Три. Я не вижу, новый спустился. Побочь бабушке. Очень, Лена, вспоминаем с мужем Сережи, он вам большой привет передает. Каждый раз вспоминаем Грибовку. Вот. Очень хотим обратно. Дайте я вам что-то скажу, девочки мои. Мы с Вовой думали, что чтобы вы надолго с нами не расставались, мы решили помимо Грибовки июнь, Грибовки и сентябрь сделать аурум декабрь. Аурум декабрь в Одессе будут предрождественские встречи. И будем 10 дней рисовать блок картин, в которых вы напишите свои работы под присмотром у нас. Так что, кто хочет к нам, приезжайте в декабре. У нас будет посвящение Льюису Кэрролу, 5 мастер-классов композиции. Приезжайте, будет очень интересно. Будем чаепития, танцы, разговоры об искусстве. И будете рисовать свои работы. И закончится все выставкой одного дня и одной ночи. С коллекционерами. Так что, милостепорствуйте. Может быть, Павел нам подробнее информацию. Подробнее. Вот кто хочет приехать, мы пришлем эти 5 мастер-классов. Что будет? Будет Вовой. Лена обскакала меня, открыла все тайны, все секреты. Ну что, я же поздравляю нашу Ирину с маленьким ангелочком. Спасибо, Ирина. Помните, что у вас VIP-пакет. Вы со мной свяжитесь. Когда вы будете готовы, вы просто более подробно сможете с Еленой при онлайн-встрече индивидуально все это обсудить. Ирина, у меня еще индивидуальная с вами встреча. Да, с удовольствием, Ирина. И Балькотя тоже, Володя. Скажи мне, где ты сидишь, в какой стране, я забыла. Я в Финляндии. А, ты в Финляндии. Мы розы с тобой рисовали, все помню. Розы рисовали, да. Хорошо. Ирочка, спасибо, переключаю дальше, чтобы мы успели со всеми переговорить. Пока, пока. Так, да, будет у нас крутое мероприятие, конечно. С 5 по 15 декабря у нас будет серия мастер-классов. Это такой, как летом пленэр, а зимой это будет у нас в арт-центре в Одессе. В центре Одессы мы организуем классные мастер-классы. Вот, у нас будет всего 6 мест, потому что больше физически не поместятся. Мы в основном делаем под наших иностранных студентов. То есть, у нас 2 девушки с Казахстана, девушка с Израиля и с Германии девушка. Вот это, под них запланировано уже мероприятие. Поэтому, если кто-то захочет присоединиться и кому-то удобны эти даты, я думаю, что вы мне сообщите об этом. Будет чуть позже рассылка с полной презентацией. Давайте не будем затягивать, пойдем дальше. Так, а вот у нас мужчина есть, Александр Антипин. Есть у нас связь с ним или это просто зритель у нас? Александр, вы нас слышите или просто следите за нами? Это я, но, видимо... Так, это вы, кто вы, скажите? Лариса Антипина. Лариса Антипина, понятно. У вас написано Александр. Хорошо, значит, вы с аккаунта Александра. Идем по этому, да. Лариса, хорошо, подключились. Так, вас не очень хорошо видно? Вот, я не знаю, почему. Возможно, камера либо стоит сильно близко, либо она... Грязная? Может, грязная, да. Чуть-чуть протвите ее. Да, вот она показывает противник. Да, не очень хорошо видно, но в любом случае общаемся. Общаемся. Так. Какие у вас вопросы к Елене Владимиру или к нам? Ну, я новичок, я вот купила курс в первый раз и даже пока не знаю, какие у вас вопросы. Вы нарисовали что-нибудь? Да, я нарисовала, но, наверное, не видно будет. Попробуйте, покажите нам, посмотрим. Ларисочка, покажите вашу. Чуть-чуть дальше только. Слабо видно. Да, слабо видно что-то с камерой. Камера. Сейчас попробую. Ну, цветовая палитра видна. А если ближе к камере? Не-не-не, это что-то с камерой. Она не ловит, видимо. Не может сфокусироваться камера. Сфокусироваться. А, носком не получается совсем. Носочком вы должны почувствовать, что ваши руки послушны вашему движению ума. И вот вы умеете руками что-нибудь делать? Вышивать, да? Что-то резать. Что вы умеете делать руками? Рисовать чуть-чуть. Еще. Вот в жизни что вы умеете делать руками? Нарисовать. Ну, что думать? По домашним работам что умеете делать? Когда-то вышивала. Сейчас не вышиваю. Вы умеете резать лук? Да. Кушать умеете готовить? Красиво. Все делают руки. Руки все делают то, что говорит мозг. Да, да, да. Даже белую руку иногда попадают. Умничка. А вот теперь спросите себя. Когда вам было два года, вы могли резать лук так, как сейчас режут? Нет. Не могли. То есть, начинайте действовать, как мы говорим. Не забывайте перетягивать носочек. Можете сначала второй рукой помогать. Хорошо? Вот. И попытайтесь не одним пальчиком рисовать, а всеми. И этим, и этим, да. А этим тоже можете рисовать. Всеми пальцами рисуйте. Главное, чтобы носок был натянут хорошо. И все время менялся на чистый. И двигайте себе спокойно красочку туда, куда вам надо. Ну да, здесь нужно много практики. Куда учитесь. Много практики, так же, как и с лезвиями. Да, здесь нужно... То же самое вот с этим пальцем. Да, когда мы ставим палец, да. И этот палец, он потом нам служит, как... Триотип, это, как и с лезвиями. Триотип, это, как и с лезвиями. Опора, опора. Да, опора. Вначале это трудно. Но потом, как ножку не пронести мимо рта. А вы имеете в виду, когда лезвие пальчиком поставить? Всегда пальчик ставим. И когда лезвие, и когда кистью пастос. Да всегда, он всегда нужен. Учитесь. Мускулатура мизинца нужна всегда. Поэтому, кто, ну, не делает этого, он не действует этой техникой. А ставить-то куда? На холст или на... На холст, не бойтесь. Размажете, ничего страшного. Уберете потом эти тапельки. Поняла. Ну, слушайте, дерзайте. У вас все хорошо получается. Главное, чтобы вы получали удовольствие от этой техники. Спасибо. Да, вы, кстати, мой совет. Вы пробегитесь по нашему каталогу уроков. Потому что, я смотрю, если вы сразу прыгнули на курс такой тяжелый, вам было бы неплохо, возможно, взять какие-то простые уроки там, где, ну, для того, чтобы попробовать в каком-то другом жанре. Возьмите какие-то пейзажи, например. Где у нас вообще больше всего работа носком? Лучше всего самые простые натюрморты, типа, ну, любые натюрморты маленького размера. Там много практики в этих уроках есть. И они, возможно, что откроют вам вот эту вот тактильность восприятия носка и холста, соприкосновения носка с холстом. Часто задают мне такие вопросы. Но, честно говоря, не про носок. А в основном у многих не получается процарапывание лезвия. О, это самое любимое действие. Тарапаю хорошо. Отлично. А скажи мне, какая твоя цель в итоге? Ты что хочешь? Хочешь профи стать и высоту сделать где-нибудь? Правда же? Ну, это в будущем. Я ищущий, начинающий художник у меня. А ты кто по профессии, Лариза? Я реавтора. И где ты сидишь в каком городе? Петербург. Ага. Послушай, пробуй и сама себе потом скажешь. Ты хочешь, чтобы в твоей жизни было это действие. Ты там счастливая, да? Ты себя улучшаешь. И ты берешь дальше действуешь. Дальше, дальше. Понимаешь? У нас там 500 уроков. У нас там есть онлайн-образование. Самое главное, не прыгай в большие сразу работы. Ну, не можешь по маленькой работе делать. И с каждым действием ты будешь, как бы, вот то же самое, да? Как ты режешь хорошо лук, да? То же самое ты будешь и с этими всеми действиями делать. И будешь потом только задумывать свои картины и делать этой техникой. Понимаешь? И будешь счастливая. Еще. Прекрасно было. Да? Ну да, кстати, у нас... Ну да, если ты живешь в музее под открытым небом. Скучаем за Питером. Очень скучаюсь. У них и выставки были красивые. Ну да. Баре впечатления. И в Смольном у нас были выставки. Мы даже жили в Питере какое-то время. Даже нас там милиция арестовывала. Да, есть история, как у нас арестовали выставку. Ну, по-моему, нашу выставку. Ну, это отдельная история. Давай про тебя. Я в области живу, но все равно. И как много обожаем ваш Питер. Наш Питер. Наш. Да, наш. Все, продолжай рисовать. Если что, позвонишь нам, если какие-то будут там трудности, позвонишь Вовочке. И это вот. Мы всегда ответим тебе на какие-то вопросы. Ну да. Я вот только хотел сказать, что направление кураторства у нас открыто. И, в принципе, можно подключаться. То есть, там есть целая программа обучения через онлайн-консультации. Онлайн-консультации, которые напрямую связывают вас с Еленой и Владимиром. И вы, ну, как бы полностью идете и развиваете свой творческий путь под руководством наших мастеров. Очень популярное направление, поэтому советую подписаться. Я же купила ВИП-курс, у меня будет парочка. У вас, да, у вас будут консультации именно по этому курсу, да? То есть, вы сможете задать вопросы именно по картинам с этого курса. А есть у нас кураторство. Там идут учебные модули, которые полностью у вас с нуля и до, чуть ли не до персональной выставки мы можем довести вас там в течение определенного времени. Все зависит от интенсивности. То есть, там каждый модуль разделен на уроки и в этих уроках свои задачи. Там даются домашние задания специальные. Вот. Ну, кому интересно, можете мне написать, я сброшу. Хорошо, хорошо. Давайте другие девочки. Да, давайте, давайте. Спасибо вам. Отключаем вам микрофон. Спасибо, Леонид. Так. Да, у нас следует. Так. Давайте, давайте, давайте. Танечку Соколовскую послушаем. Татьяна, вы на связи? В Южной Америке есть связь? Танечка молчит. С Украиной. С Украиной должна быть связь. Ну, если нет, то может Лида Сорокина из Греции подключится к нам. Тоже не вижу, чтобы была связь. Ага, вот Лидочка подключается. Хорошо. Лида, мы вас не видим. И не слышим пока. Пока не видим и не слышим. А меня вы слышите? О, теперь мы вас видим. О, и Таню видим. Ну, давайте, у нас уже Лида подключилась. Танечка, давайте сейчас Лида скажет. И потом вы уже. Лида. Нет, нет, не слышно вас, Лида. Давайте я на Татьяну переключаюсь. Татьяна, микрофон включен. А вы пока протестируйте свой микрофон. Танечка, вы в эфире. На вас смотрит почти весь мир. Ой, Паша, главное, что ты на меня смотришь. Пашечка. Паша, спасибо, во-первых, тебе за очень теплое твое такое участие в моей творческой жизни, за поддержку. Прям тебе особенное. Спасибо, Пашечка. Спасибо, Ая, приятно. Такая онлайновская, теплая такие отношения. Очень мне приятно от тебя всегда получать сообщение. Спасибо. Елена Владимир, спасибо вам огромное за вашу работу. Леночка, с вами, с Владимиром я провожу целый день. То есть, если вы нас всех не слышите, то мы-то вас все слышим. И такое впечатление, что я ваша самая близкая подружка. И мы болтаем про все самые такие сокровенные вопросы, дела. Мы ходим на секунду вместе. Мы разбираем эти рефлексы. В общем-то, я абсолютно живу с вами. И мне настолько это нравится, мне так комфортно. Но по поводу творчества и наших работ. Я абсолютная, скажем так, ваша ученица в плане того, что я ничего не придумываю. Я очень-то хочу делать все, что вы говорите. Почему? Потому что я понимаю, зная вот эту цепочку работы, когда человек сам приходит к своим видам, к своим формам. Уже я тогда, мне уже хочется просто лестницу нарисовать самой. То есть, я понимаю, вот мне кажется, что из 100% я, может быть, 5% поняла работу. Но у меня есть вопросы. Вот скажите мне, пожалуйста, собственная тень, блик падающая. Вот у меня всегда проблемы с падающей тенью и рефлексом. Вот как мне сделать их нереальными, чтобы они были не конкретно вырисованы. Я этого не хочу. Мне хочется. Я пытаюсь как-то и так, но мне очень сложно. У меня не получается. Мне так кажется. Всем очень нравятся мои работы. Всем я памятного. Смотри, Анюша, падающая тень – это двойник нашего предмета. И этот двойник надо рисовать только с натуры. Поэтому возьми себе за правило. Если у тебя натюрмортный столик стоит возле окна, следи за падающими тенями, которые идут из окна. Свет идет, и там, где он упирается на предмет, там существует отсутствие света. Это вот и есть падающая тень. Она иной раз такая красивая, эта падающая тень. Но ее не придумаешь. Ее надо только с натуры срисовать. Если вдруг тебе хочется более контрастную падающую, возьми осветительный прибор какой-то, лампу, и попробуй осветить предмет слева или справа. Только не спереди. И тогда ты увидишь, что падающие тени – это как занавески, занавеси в опере или в театре. Или, как тебе сказать, еще одни декорации, еще один слой, там, где ты можешь говорить об этом предмете. Понимаешь? Поэтому ты с падающими тенями играйся, следи за ними. Как они отбрасываются от того или иного предмета. И старайся их срисовать только с натуры. Придуманные падающие тени не являются убедительными. Сильно черно их не делай. Внутри рефлекс обязательно. Ох, розолотистая, любимый рефлекс падающих теней. Внутри падающих теней, чтобы они не были черным асфальтом. Так это чуть-чуть промокни внутри. И падающие тени должны быть того цвета, которым ты писала фор. 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 Или стену, или стол. Эти же цвета берешь. Только меньше белил. Понятно. Поняла. Если вдруг чуть-чуть хочешь чего-то добавить, то наш любимый копать фиолетовый арарат. Это серый. Да, да. Вот у меня следующий вопрос. Вот я пишу, что, например, затемнило фон. Ну, вот здесь у меня в одной работе, я сейчас покажу. Что дальше? Как сделать его светлее? Вот после уже я сделала всю работу. Крылзак? И мне хочется осветлить. Имею ли я право еще раз этими мазками, еще раз... Что? Да, вот. Сядучки. О праведности подмалевка. В вашем распоряжении только первый день, чтобы исправить подмалевочек. Только первый день пока мокро. Поэтому сделали подмалевок, да? Вы, когда будете дописывать реализм, да, в конце дня зайдите немножечко еще на территорию подмалевочка. Подправьте его чуть-чуть. И только можно, когда высохнет работа, вуалечкой добавить утемнение подмалевка или ярче его сделать. Поняла. Ну да, я еще себе... Я вот делаю по вашим рекомендациям все, Елена. Я, ну, рассматриваю это не как копирование, а как, ну, изучение. Вот я хотела сказать. И я покажу работы, которые я сделала. Пожалуйста. Вот, как красиво. Леночка, благодаря вам, очень много. Значит, картина номер один. Пап. Давай, Бабачка. Видно? Видно. Ну, по цвету замечательно. Что-то меня смущает или ракурс камеры такой, или нижняя волна немножко... Я сейчас поставлю, но это порохнее, это просто... Ну, так, три секунды, все почему-то, но... Да, это... Ну, парни, сейчас... Ну, нет, наверное, это искажение камеры было, так... Аванчики... Аванчики более-менее... Ну, где-то все-таки что-то, что-то немножко какой-то диссонансы ее заваловали. Может, удобно поставили? Секундочку. Да. Нормально, нормально, видно. Ну, вот, смотрите, есть пожелание немножко вот падающее промахнуть немножко ее, сделать рефлексы, о которых мы говорили, да? И вот то, что Лена всегда советует... Спасибо, спасибо, я от счастья сейчас упаду. Вот он, наверное, в плоскости стоит, и под цвету замечательный. Отлично. Бомбочит, чуть-чуть успокоил, ладно? Да, самую верхнюю часть крышечки, вот ее надо чуть-чуть успокоить, лессировочкой будет. Надо жарить, нападающий. Нападающий. Хорошо. Попадаем все. Я еще поделаю, если можно? Если можно, Елена, я начала рисовать картину, Елена Владимировна, урока этого не нету. Я сама вот, ну, захотелось мне, вот я, ну, вот как-то, я хотела бы спросить, добавить ли мне тепла сюда в ляблочек, или оставить все-таки такие полухолодные, полутеплые? И вообще, что вы мне скажете по поводу этой картины? Смотри, пришли нам ее фотографию, Вовочке, на телефон, и мы ее рассмотрим и напишем тебе, что сделать. Хорошо? Потому что этой картины нету, не кусок. И я собрала там, знаете, вот сразу. Хорошо, хорошо. Пришли, а мы тебе скажем, какие-то чуть-чуть улучшения. Ну, как мальчик там в любой мессенджер пишет? Еще хочу, Лена, сказать вам отдельное спасибо за эту картину. Может, она у меня и не получила, я не знаю. Но то, что я ее обожаю, и то, что изначально она мне не очень, ну, как-то я не была в восторге там, но после того, как я ее сделала, знаете, я возвращаюсь к ней. Она мне так нравится, она мне нравится своим экскрессионизмом, нравится настроением. Я не знаю, получилась ли она у меня. Мне очень хотелось бы сказать. Можешь добавить головной убор немножко? Добавишь головной убор чуть-чуть, и можешь чуть-чуть маленьких облачков добавить. Лена, здесь цветочки не надо, здесь очень надо. Здесь замечательно, нижняя часть замечательная. Спасибо. Ой, спасибо огромное. Мне очень важна эта работа, я ее очень люблю. И посмотри на дописывание, там еще много сказано, когда мы дописывали, там еще добавили к ней кое-что. Ага, хорошо. Здесь ваше дописывание этой работы. Там есть, должна быть в личном кабинете, должно быть видео. Давайте дальше двигаться, это не уж сильно, у нас мало времени. Я лучше все. Пока. Спасибо большое. Так, все, спасибо. Лида, вы настроили микрофон. Ну, наверное, меня слышно? Да, слышно. А видно? Не видно. Не видно? Видно, видно. О, сейчас что-то пропали у нас. Видно, да? Да, видно и слышно. Ага, все. Ну, я по-быстрому абсолютно, потому что я сегодня, к сожалению, только как слушатель. Вот. По марафону у меня совершенно не получится сделать хотя бы несколько работ, потому что так совпало у меня тут большой заказ и, ну, просто физически никак не успеваю. Вот. Ну, все хорошо, я видео слушаю, смотрю. И, я так думаю, хотя бы один чайничек оселю к концу марафона, может быть, вам покажу. Но остальное уже потом в спокойном режиме сделаю. Вот. И я хочу сказать вам тоже, ну, куча комплиментов, Елена Владимировна, потому что без вашей техники я уже, в принципе, не могу работать. Вот. Даже этот заказ, который я делаю, там совершенно другое. Там, ну, так вот захотела девушка. Но я уже туда вписываю, потому что, ну, без этого скучно. Ну, скучно. И она сама даже соглашается, с собой говорит, да, как так? Я говорю, ну, вот так вот. А покажи заказ, покажи заказ. Невозможно, он два метра на полтора в другой комнате висит. Ну, там арка, да. Там арка, как бы разводы, вот эти деревянные соединения и, как бы, три таких развода. Виолетта, ну, я вкрапление все сделала, я, наверное, зажила картина. Вот, действительно, ваша техника, она делает любой сюжет таким необычным, потому что человек, который не понимает в этом, он вообще не понимает, что происходит. Как это сделал, он не понимает. Да, приклеивается взгляд, говорит, а как ты это сделала? Я говорю, ну. Секрет. Есть у меня учителя-волшебники. По учителям таких заказов. Ой, спасибо, спасибо, да, потому что, ну, и я вашу технику чувствую, вот, я даже словами не могу передать, я ее подсознательно чувствую, на подсознательном уровне. Я прекрасно понимаю, что вы хотите донести ученикам, как изображать что-либо на картине вашей техники. А помнишь, как ты цветы, вот, почему ты выиграла «Удивительный мир цветов», потому что ты сделала живопись четким произведением человека, тебя. Вот ты прям взяла, и пусть он будет помятый, этот цветочек, но ты туда вложила именно свой дух, и этим прям мороз по коже идет, да, когда смотришь такую живопись. Это называется такая супероткровенность вообще, как исповедование, как молитва, вот, не надо суперреализма, не надо, наоборот, заведите краску своим отношением к жизни. Ну, кому-то, допустим, посыл какой-то сделайте на любовь, на нежность, на доброту, да? Да, да. Она, прям, вот, ваша живопись, вот, действительно, разговаривает с человеком, он там, да, вот. И... Коэкционеры это чувствуют, когда одухотворенный вопрос, они каким-то нюхом прям выбирают эту работу, которую ты для себя сделала. Они именно хотят ту, которая одухотворена. Кстати, да. Я из марафона цветов очень много для себя, ну, опять же, ну, каждый раз новое берешь с вашей техники, сколько бы я ее не изучала. Тоже взяла для себя, вот именно вот на подсознательном уровне между строк вот это все, как-то что-то. Ты в каком городе сидишь там? Я в Греции, город Халкида, это рядом с Афинами. Вот бы ты приехала к нам на декабрь. Я когда услышала, как Павел говорит, у меня прям наш вот... Я так хочу, хочу, чтобы вы, девочки, к нам приехали, вы такие уже отличницы стали. То есть, в Казахстан едет, а не дальше, наверное, сейчас. Сняк просто, в любом случае, я к вам приеду, рано или поздно, я к вам приеду, это ступан. Матя едет к нам, Ира Саваланин, мы ее ждем. У меня просто сейчас немножечко ситуация в доме, я не могу оставить дом на такой срок. Если все хорошо ладится, я в декабре буду. Если нет, то позже, но я обязательно к вам приеду, потому что мы все будем в вас уже никуда. Вот так же, как Танюша Соколовская сказала. Вы супер, девочки, вы наша гордость. Потому что, ну, вы даете, вы преподаете от души, вы действительно делитесь, вы, ну, как, действительно хотите и радуетесь. Когда человек что-то пишет, даже вот, я иногда слушала, даже вы говорили про каких-то учеников, и вот даже лучше вас какие-то картины делают. Да, да. Вы радуетесь, вы не завидуете, а вот, ну, основном, художники, они завидуются, а вы подкупаете на свои открытости. Ну, это очень здорово. Все, я тогда не буду задерживать. Ну, художники, на полсекунды лайфхак, как говорят, что я нашла, я запомнила, когда вы говорите, что же будет, когда перестанут выпускать газеты. Чем мы будем, значит, это делать? У меня вот эта штука, это оберкачная бумага из хлебопекарни хлеб. Берем, мы нам заворачивают в бумагу этот хлеб. И вот она, она очень классная. Вот эти уголки, они прям, вот прям супер. Я нашла выход из положения, потому что газеты приментировали. Да, то есть, абсолютно. Вот, так что, ну, все. Всем удачи. Очень позитивно. Лида, спасибо. 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 Ждем гостей. Так, хорошо. У нас осталась только Татьяна Денчева. Так. Так, Татьяна, скажите, есть ли, есть ли вы на связи? Денчева, это София. Это София, да? Да. Так. О, есть. Здравствуйте. 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 Обачены вы виждами. У меня Волочка на болгарском супер. Да, Танечка, все видно, слышно нас. Давайте общаться. И будем заканчивать. Вы у нас сегодня подводите итоги. Паша, ты видишь Татьяну? Да. Я вас вижу. Вы меня. Все. Так, сейчас я вас нашел. Сейчас будем увеличивать. Покажи мои. На лобоках. Так, да, видно хорошо. Какие у вас вопросы вообще по чайникам, по курсу? У меня нет вопросов. Я работаю и в течение времени я понимаю. Все. А сколько вы написали уже работ? Шесть. Все шесть уже написали? Да. Ничего себе. Пока нет. Так, мы не можем вас никак увидеть, Танечка. Лена, можешь ко мне перейти сюда, в мастерскую, и здесь на большом экране все видно. Все, отлично. Сейчас переместимся в этот лобок. Танечка, ну давайте, покажите свои работы. О, вот уж точно этот в другую сторону смотрит и посмотрите, как Таня декоративно его сделала с собственного такого ощущения, да? Да. И сделала его живым, как будто бы сама была тем ремесленником, который делал этот чайничек. Да, Павловичка, смотри, какая декоративность. Угу. Можно немножко подтемнить под брюшком свет. Хорошо, Танюша? Хорошо. Вот шар. Видишь, ты трогаешь шар, да? Этот шар вверху освещен, а внизу надо вуалечкой этот свет немного поубирать. Знаешь, почему? Что чайник освещения не только слева направо, но и сверху вниз. Поэтому под шаром не будет такого яркого света, ладно? Подтемнишь чуть-чуть, да? По цвету замечательно, да, Павловичка? Да, да, и даже проглядываются болгарские мотивы в узоре. Немножко перетянули. Имеет право, Танюша, имеет. Да, болгарский мотив. Ну, очень хорошо. Хороший. Да, вот он действительно такой фактурный, фактурный, да. Монументальный. Они не упрощенные, они без ванки. Ничего страшного. Вот эта клетка внизу нехорошо, убирай клетку. Она сильно много на себя берет. Да, а то, знаешь, как напоминает, зашла в ванну и уткнулась носом в кафель. А здесь именно он старинный, понимаешь, этот, он 19 века, этот кувшинчик, да, то есть чайничек. Значит, какая-то доска грубая, да, или на чем стоит, может, на мраморе стоит, но не на клеточной плиточке, хорошо? Да, это очень-очень трудное было. Ну, трудно, трудно, трудно. В целом, в целом, этот чайничек, это шар. И вот его надо было, как бы, работать с ним, как с шаром. Не сильно рубить его слева немножко обрублено, не по форме. Получается, справа, да, он похож на объем такой круглый, вот, а слева немножко рубанули. Надо вот симметрию просмотреть чуть-чуть. Что еще? Ну, в целом, все равно очень неплохо. Может быть, все это. Вот. Мне нравится, что у тебя своя декоративность их, понимаешь? Молодец. Я бы сказал, своя стилизация. Да, да. Да, да, и это неплохо, неплохо обрисовать. Очень крутое и лишнее. Ну, да, да, да. Немножко много на себя берет перышко. Ну, собственно говоря, все этим немножко страдают, все, кто делал этот чайник. Вот. А тенька должна быть немножко, вот, Лена показывает тень. Она же должна быть, вот смотрите, источник света, он сверху и падает примерно, вот, условно под 45 градусов. Поэтому тень должна быть немножко скошена. Понимаете? То есть, мелочей много вот в тени, она повторяет полностью чайник. И поэтому тоже сильно много на себя берет. Спокойнее ее надо сделать. Вот. И опять же симметрия. Симметрию надо проверять, конечно. Перевернуть вверх ногами работу, и тогда вы поймете симметрию. О, да. О, да. По цвету замечательно. По цвету, да. Ну, вот в этом, как бы, а вот в этом хорошо, вот, симметрично. Но тяжелая тенька получилась. Падающая тень на стену немножко тяжеловато. Ее надо чуть-чуть успокоить рефлексами. Рефлексами подобрать красочку с белином и сделать ее на 10-15% легче. А так очень хорошо. Сама вот форма образования самого чайника очень хорошая. По светотени, да. Чувствуется болгарский дух. Чувствуется, чувствуется, да. Привнесли свое такое. Это все те же девочки, которые с цветами, да? Ну, но тебе надо. Да. Да, замечательно. Да. Прямо, прям, как принцесса, да, прямо одухотворила этот чайничек. Вот этот чайник почему-то у всех, ну, наверное, чуть ли не лучше всего получился. Может быть, потому что, вот мой любимый цвет белый. У меня все машины белого цвета, вот. И вот белый, он праздничный цвет, потому что он подходит для любых, ну, невестов, всегда же в белом, так. И вот этот тоже отлично получился. Здесь особых ошибок не вижу. Вот, Лена, разве что сказать? Чуть-чуть падающие тени, удлинишь от маковок. Чуть-чуть. Чтобы они, как бы, лежали, не продавливали стол, а лежали. Да. Да, а так, в целом, отлично. Так, молодец, дальше. Слушайте, девушки, вы все, кто сделали мир цветов, все пошли на чайнички. И вы понимаете, что, к чему мы вас учим, к чему мы вас ведем? Мы ведем к маленьким персональным высказываниям. Я сейчас вам покажу один листик, который я себе нарисовала, маленький листик. Вот он, смотрите. Как это не будет, все видят. Вот, смотрите, видите, это перечисленные чайнички, которые мы рисовали. И вот, если их все нарисовать, то это получается маленькая персональная выставочка. Но я не говорю, что нашими чайничками вы должны сделать свое персональное высказывание. Ну, допустим, возьмем пример Иры Савалайнин, которая вчера со мной разговаривала. Ира говорит, сейчас красные яблочки. Я говорю, все, делаешь, покупаешь 3 килограмма красных яблочек с ветками, с листьями и делаешь множество зарисовок разных композиционных схем. А потом пишешь маленькую выставочку из 7 работ. Маленькие какие-то работки с яблочками, да? А тут мы с чайничками сделали это маленькое персональное высказывание. Не обязательно выставку делать из 51 работы. Можно выставку одной картины сделать, а можно сделать выставку 9 маленьких картин. Понимаете? Но вы хотели рассказать что-то маленькое человечеству, да? Допустим, вы захотели рассказать сейчас идет там груши или айва. Поработайте с чем-то одним и развейте эту тему по-своему, да? С чем-то любимым растительным, да? Или, допустим, с любимым пейзажем или морским или горным, да? Вот то, что вы хотите, вы можете развить на 9 маленьких работ. И это будет маленькая выставочка. Потом приучите себя к маленьким выставочкам. Сделайте побольше выставочку, больше высказывания. Не начинайте сразу с огромного высказывания. Работайте с маленькими. Вот скажи мне, Танечка, что самое любимое сейчас на базаре для тебя? Фрукты, овощи? Сейчас, сентябрь. Говори. Груши. Все. Покупаешь на базаре 2 килограмма груш разных, маленьких, больших, кривых, косых. Собираешь там, допустим, если знаешь, где-то грушевое дерево. Вот. Корягу, грушевую эту, ну, ветку, листья. Все это высыпаешь у себя на стол. И сидишь себе. Начинаешь с этими грушами как бы забазаривать. И начинаешь зарисовывать композиционные схемы. То груши висят, то они стоят как гора, то они, допустим, в какой-то банке набиты, то, допустим, они в каком-то тазике, то они, допустим, в состоянии, не, Паш, ну, убери, я не могу так говорить. То они в состоянии, когда они уже сухофрукты стали, да, то они разрезанные, то там семечки выпали. Ты понимаешь, мы намного можем с одного вида растения, да, допустим, про растения говорим, с одного вида растения мы можем развить множество философских идей. Но сначала зарисовать, девочки. Зарисовали, потом из множества ваших зарисовочек вырисовывается у вас 5-6 ваших маленьких работ. Берете с натуры, начинаете делать те же груши, да, начинаете с ними играться, понимаете? И делаете там, допустим, 7 работ. Сделали 7 работ, а потом вешаете их вместе с зарисовочками на какой-то стене у себя в мастерской. И приглашаете, допустим, своих друзей на вечерний какой-нибудь там, вечернее застолье и тут же презентуете свои эти картины, да. Потом друзья, если вам аплодируют, да, вы берете, договариваетесь с какой-то галерейкой и делаете маленькую выставочку. Понимаете? Вот ваше высказывание. То же самое, как с чайничками. Вы оттренировались, а теперь свое рисуете этой техникой. Хорошо? У меня есть информация, которую я хочу донести до всех с помощью... Нет, подождите секунду. Ну, мы вот здесь. Да, я хочу кое-что совместно обсудить. Спасибо, Танюша. Я тогда отключаю и сделаю завершающее слово, а то мы немножко затянули. Сейчас, секундочку. Так. Смотрите, вопрос по поводу дипломной работы. В этом курсе у нас 6 чайников. Каждый чайник пишется на своем холсте под руководством, под вашим руководством, да, по видеоуроку. 6 видеоуроков, 6 чайников. Но у нас, у команды Ауру возникла такая идея, чтобы дать задание на создание одной картины дипломной, где будут написаны все 6 чайников в единой композиции. Для примера мы возьмем картину, там, где ты писала для Игоря Мельникова, чайники. Ой, не надо ее брать, пожалуйста. Пример, то есть, на одной картине... Ваш, хочешь плохому научить наших студентов? Мы можем... Это заказ. Нет, я не говорю, что на такую картину писать. Мы можем дать задание, чтобы написать одну картину? Нет, эту нельзя. Знаешь, что дай? Там очень много есть фотографий, которые Владимир сделал с этими чайниками. Я дал, я дал эти... И этого достаточно, мне надо ту картину давать, пожалуйста. Я не говорю, что это должна быть та картина, я просто говорю, что... Расскажи, как ты это видишь своим студентам, чтобы все 6 чайников были написаны на одной картине. Это будет их авторская картина. Потому что урока по этой композиции нет. Хорошо. Это задание. Давайте, хорошо. Только пообещай мне ту работу не показывать никому. Это был заказ когда-то, давно. А я хочу, чтобы вы сделали так. Вот смотрите, у вас есть много фотографий, которые сделал Владимир по поводу этих чайничков, когда они вместе стоят. Да, там фотосессия есть. Но вы в тайне от других студентов сделайте композиционный ход чайничков свой. Вот тоже, как я сейчас про груши Тани говорила. Сначала рисуночками себе зарисуйте, какая у вас будет композиционная схема. Горообразная. Или от одного к другому, да, по горизонтали. Или они будут друг друга заслонять. Представьте себе, что это живые существа, да. И как они в танце, да. Какой размер холста взять? Может, любой. Берите любой размер холста. Какой чувствуете? Да. Может быть, они висят на веревочках. Может быть, они друг на друге стоят один друг на друге вверх ногами, да. Что с ними происходит? Или их держат в заперти, или их выставляют, допустим, на показ где-то. Или, допустим, у них какой-то хоровод. Или, допустим, они летят, левитация. Придумайте свой композиционный ход. Или они строем идут на водополь. Или они строем идут. То есть, вы каждый являетесь режиссером действия. А у вас эти артисты, это эти шесть чайничков. Или сколько там у вас будет? Может, семь или восемь. Вовочка делал очень много фотосессий. Но мне что-то кажется, что так много не надо. Как они, как девочки захотят. Вы как захотите. Хотите монохромте. Хотите яркости. Но это будет уже композиция. И она будет ваша. Понимаете? Которую вы сможете подписать. Потому что это ваша задумка уже будет. И у вас у всех будет своя задумка. Поймите. Да? Поиграйтесь с рисуночками. Как мультики. Порисуйте. Как вам лучше с этими чайничками поиграться? Как бы вы в детстве кубики ставили? Хорошо? Да, у нас будет отдельный приз. За лучшую композицию. Да, за лучшую дипломную работу будет отдельный приз. Это вообще хорошая задача. Это призом будет один из модулей кураторства. Четвертый сразу. Это мы уже определим потом по уровню. Потому что кто-то занимается уже по консультациям, по кураторству. Поэтому там у нас пять модулей вообще. Я только четыре. Хорошо. Все. Мы сегодня немножко затянули. Спасибо всем. Я очень рад, что вы стараетесь, что вы работаете. Будем на связи. Да. Всем спасибо. Очень рад. Спасибо нашим Ильичевым. Мы вас любим, девчонки. Приезжайте к нам в Одессу. Да. Следите за нашими рассылками. Будет еще много всего интересного. Дальнейшая информация по марафону будет отправлена уже, конечно, на почту и в группу в Телеграм. Все. Всем счастливо. Счастливо всем. До свидания. Творчество. А где там? Там. 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 Творчество. Там. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...